всем добрый день вы как всегда на канале пиратская жизнь с вами не на его ван получил ван палыч да то есть у нас сейчас обед сейчас быстро кушаем и улетаем в гости улетаем в гости легкие края в далекие краем дарова то 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 там тик у нас со сметанкой ты не будешь это ты уже себе майонез до фига чем я со сметанкой красота люблю щи со сметаной так у нас еще кстати смотрите а вот такие вот очень вкусные булочки луковые я покупала спаре это знаете там сейчас проходит неделя французской кухни какие-то такие булочки очень интересным фестиваль фестиваль до крайнюю неделю ну фестиваль французской кухни там это очень много сейчас продают разных таких тематических блюд вот я взяла такие булочки попробовать какие-то они с луком я так понимаю с сыром что ли это луковые булочки лук сыр я ее по крайней мере вижу лук сыр на тебе булочку пробуй я их погрел немножко будешь нет попробую вкуснуть уже булочка пахнет кстати вкусно знаете пахнет очень вкусно реально лук пережаренный интересно такая булочка не пережаренный а жареный ну ты понял да вкуснота жареный лук посыпанный сверху и запеченный здесь по-моему еще курица вот это по-моему мясо здесь еще есть но вкуснее это четко и приглядываешься я все таки знаете суп чему голова это все как говорится дополнительно бутафоре но суп должен быть мне кажется в каждой доме а вот сметанка знаете прям вообще тоже мне кажется тема что кажется м м на суток то есть то есть отмирал в холодильник шаром покатим там остался твой кальмар и твои сарты вон нет там сарды над их уже все съел все ответы было понятно да все же и сарделька не осталось в общем короче нужно идти в магазин на закупку остался кальмар и не только и колбаса немножко спать вкусная булочка кроме того технический запас ты знаешь кстати нету я тебе говорил купить да надо строительство поставки не служит сообщил самим сделать в петербурге самим сделать из печки спине пельменицу нет через слепочку ты какой стаканом помните покупал то тесто готова это магните ну они уже нарезаны мясо внутрь положил залепил все из доктор делов то я там катера раз одна а вместе мы собой раз 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 а там внутри хоть к любое мясо хошь такое хошь такое и пельмени кстати очень вкусно получается заодно упаковка что штук но можно это например наш стрим сделать чей пельмени пить два два полезных дела отвечаешь на вопрос я пишу пельмени тут давно на стримов не было надо выйти вчера короче наткнулась помнишь мы это ездили то в паттайе с на экскурсию это со смел тревел там короче сейчас вообще пипец что творится ну не будем называть фамилии в общем дмитрий который там руководил всем этим делом окажется когда начала вся вот эта пандемия он вот эту вот смел тревел продал как франшизу ребятам вот которые тоже там занимались короче организации ну грубо говоря он продал франшизу после там появилось сообщение что типа дмитрий больше не занимается обращайтесь туда-то какой-то макс да вот и смысл в том что люди по старой памяти обращаясь дмитрию он деньги принимал в общем они там конечно конкретно не утверждают но смысл то что они отказались с ним от сотрудничества и они сделают новые короче манго тревел даже такие дела а мы когда-то и даже рекламировали топили за них а тут лишь как она все вырубилось ну и там как бы писали что было очень много проблем с экскурсиями ну как я поняла все это хрень она пошла когда вот уже началась вот эта пандемия когда уже начали закручиваться гайки и закрываться страны просто начались ограничения на экскурсии и прочее прочее даже экскурсии которая была в день ревниц но да и и закрыли и закрыли основных всех отправили по деревням так вот для него вроде как не на просто смысл в том что мы как откуда они были мы когда ездили в принципе все это было хорошо он нормально организовал все привез ты центр не были такие достаточно конкурентны ну вот видите хотя на самом деле мы же не знаем что там сильно случилось правильно то есть тут же дмитрий это поняла он сохраняет молчание то есть он просто пропал вот эти ребята как бы но они сейчас переливают как я поняла трафик на свой новый канал то есть они канал у них а у них же группа вконтакте я там полистал он короче ленту это выкладывает тайские вкусняшки блин такая ностальгия проще манго по 25 бат просто красота как я там сейчас манго скупила тайского ты не видела сколько она здесь стоит здесь она до 1 штучка 35 рублей ну там за килограмм 50 рублей я больше сейчас курс бата к рублю два с половиной еще вчера кстати тоже смотрела видео ребят это поняла не сейчас живут в таиланде у них какой-то прям новый канал открылся даже не помню как называть подписчиков 800 такой маленький короче начинающий но они как бы уже снимают нормально то есть матрас там какой то есть да то есть масса и они показали волкин стрит что там все творится овощи никого там ваще никого просто шаром покажи там буквально только одни девочки google стоят и все я тебе говорю волкин стрит переобулся сейчас все идет через онлайн трансляции причем знаешь прикол там даже на ночь не перекрывают движение прикинь вообще и работает волкин стрит по пятницам субботам и воскресеньям не как каждый день как раньше то там причем даже причем даже вывеску сняли с пирсу пирсу подходит миксом закрыта в общем все закрыто на это все закрыто там те которые переобулись они часть и я бывают говорю строят онлайн трансляции и больше зашли внутрь и казали что-то они зашли в один бар айсбар там где лед льдом я помню там все прыгает мишка на чудо жалко конечно что этот пандемия на все перечеркнула и чё там в этом баре там короче ледяная комната есть не помню там типа заходишь там холодно там шумки дают или пальто что-то такое снишь там пьешь прикиньте она уже практически там коктейли на основе водки там раз они там все там плюс 2 по-моему в этой комнате ну по-моему минус потому что там был лед раз а потом прямые и не образовывался на стеклах ну что там стены за льда ну там не сухой льда сухой лед плюс плюс 2 по-моему держит плюс 2 это это тоже холодно у тебя в холодильнике плюс 2 вот здесь если минус это у тебя уже морозилочка я просто очень грустно конечно у нас кожи есть открылась и блин айсбар в россию айсбар вообще не покатит 800 ну есть этот сочи например какую-нибудь корму туда на набережной особенно то актуально зимой ходить если еще не блин закрыли это конечно но открывалась она там была ледяная пещера то есть там это были коктейли продавались на на основе лодки описали это везде как-то когда они открылись туда же хотели этого кто выиграет в тройте сезон сушевом поставить он не сушевом по-моему главное ну блин и суть важно вот но он отказался он уже когда был второй сезон они снимали на чекаловской лестнице в нижней ногу были тут не столь важно я просто говорю про то что очень жалко что там практически уходит целая эпоха и не знаю мне кажется даже если откроет таиланд он уже таким не будет на недолго будут это оправляться от этого что только вот я там и говоришь у тебя даже там экономика вся зависит не от туристов это хорошо может целом экономика не зависит от туристов а то обычных торговцев там не знаю макашников там туда-сюда такие вот девчонок в гоу гоу да не только как раз именно на блин туристов все заблевязано именно вот эти это города которые где было очень много туристов именно все держится на них то есть кафе какие-то да макашницы и так далее но макашницы местные все равно будут покупать но уже не в таких объем как это было раньше то есть они катались это целый день и за работ на нормальный денег кафе очень многие откроются кто туда массажные сполны нам наверняка уже половину объединились в эти там опрос там был короче что вы сделаете первым делом когда прийти в тайланд и там типа нырну в море съем съем под это там ям до счета учитывая 10 часов а сделаю себе в 10 часов массажа а пойду по девочкам гоу гоу и так далее весело массаж четыре руки да я там выбрал массаж в шесть рук на емск креветок там еще массаж в шесть рук она делает массаж ног она делает массаж головы а второе тело руки 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 на тело летом как это да это у нас короче выпуск был с пукетом мы когда были в этом массажном салоне до улки там кстати уже массаж на эти там по 150 бат вашего одно и сам дешево даже дешево чем то и вот там короче мужик один вообще классный русский мужик вот он садивостока я не помню вот и короче он просто взял себе трех девчонок и они мы в три руки и блин мы там оборжались в шесть рук до то есть три там реально три массажистки мы делали массаж там весь салон приходил ходуном блин лег около входа причем зашел начал раздеваться такая а там такая крупная табличка ноу секс ноу секс так вот так вот заходит раздевать это когда не осмотрю блин до блин трусов разделся и лег тому там на блин крыльях это покрывал мне чё-то латинчик да вот и это начали это стало это массаж ног делать на руки и голубь нет здесь затем когда едем с нами всегда какие-то такие случаи случаются ну происходит но в основном когда мы просто одни гуляем то есть не экскурсии там ничего такого а вот именно просто одни шарахаемся чем такое обязательно происходит находишь что-то такое хотя и с какой стороны посмотреть кому-то интересно кому-то нет на черт и четыреста пять бат все удовольствие ты будешь булочку-то поставить не хочешь это зря вкусно 450 бат это сейчас на наши деньги 900 ну около тысячи лет будет еще раз массаж в шесть рук на настоящий тайский ух ты наелся молодежь к я стал ты дай грибы-то не хочу я не хочу еще оставлю вечером доедем ну окей окей вечером доедем чего еще возьмем это прям лук что-то такой но здесь для вкуса больше жить как говорится хорошо будет семена лишь лишним укропах а хорошо же чего-то мне кстати очень понравилось определение счастья одним человеком что счастье это занимаешься любимым делом это вот есть счастье вот для меня канала это любимое дело снимать общаться с людьми для меня это любимое дело что по сути я счастлива ладно ребятки сейчас быстренько доедаем допиваем побежим сейчас заниматься делами увидимся с вами еще обязательно сегодня пойдем сейчас к родственникам отвезем калстынцы все вкусненько все хорошенькое все полезненько все для дома на сегодня на все всем спасибо всем пока пока